Здравствуйте, Дауд Казбекович. Переизбрание вас на должность ректора доказывает, насколько продуктивными были предыдущие пять лет для всего коллектива Адыгейского госуниверситета. А каким достижением больше всего гордитесь вы? Ну, пожалуй, самое значимое достижение, результат, это то, что университет в 2021 году стал участником программы «Приоритет 2030». Был отмечен как один из пяти университетов, чья программа развития произвела наибольшее впечатление на отборочную комиссию. И в течение последующих лет мы успешно оправдывали то доверие, которое нам было оказано членами комиссии. По итогам 2023 года Адыгейский госуниверситет занял второе место среди всех университетов-получателей базового гранта. Как раз хотела подробнее остановиться на этой федеральной программе. Какие перспективы она открывает перед ВУЗом? Если говорить о том, что планирует университет, как мы видим дальнейшего развития, это фокус на регион. Это тесное взаимодействие с республикой Адыгея и максимальная включенность университета в решение тех задач, которые сегодня стоят перед республикой. Например, если мы говорим об аграрном свекторе, который является одним из приоритетов развития республики, то здесь мы имеем лабораторию математических методов в области точного земледелия. Мы занимаемся сегодня подготовкой кадров в рамках магистрской программы, которая называется генетика растений и агробиотехнологии. И вот, собственно, по каждому такому направлению мы находим именно инновационную составляющую. Конечно же, важная составляющая – это педагогическое образование. Кстати, о дефиците педагогических кадров на этой неделе говорил глава республики. Если точнее, прямо сейчас школам нужны больше 200 учителей. С чем вы связываете этот дефицит и как может помочь ВУЗ в решении этой проблемы? Ну, здесь, конечно, нужно отметить, что это не локальная проблема, это не проблема одного только региона республики Адыгея. Конечно же, эта сфера недофинансирована у нас в стране, это было отмечено президентом. Все-таки не очень высокий уровень заработных вклад у учителей. И вот здесь просто нужны инструменты того, как можно было бы решать эту проблему уже сегодня. Ну, на мой взгляд, мы такие инструменты находим. И, например, тот проект, который мы запустили осенью прошлого года, «Учитель для Адыгея педагогический десант» – это один из способов, которые могут, наверное, эту проблему решить в какой-то ближайшей перспективе. Это сотрудничество с образовательной платформой «Школково», которая, собственно, осознавая свою миссию, решила финансово поддерживать это направление. Сегодня ребята, которые идут работать в сельскую школу, смогут получать существенно более высокую зарплату. Тогда сколько потребуется времени, чтобы закрыть этот вопрос окончательно? Или это, в принципе, невозможно? Мы не считаем, что задачи невозможные. Поэтому, когда беремся за решение какой-то задачи, мы стараемся доводить ее до положительного решения. Я думаю, что это может быть вопрос нескольких лет. Ну, потому что просто объективно университет не выпускает такое количество педагогических кадров, которые могли бы сходу закрыть все вакантные места, но, тем не менее, задача выглядит вполне решаемой. Сегодня очень актуальна тема развития искусственного интеллекта. Не удивлюсь, если и здесь университет собирается внести свой вклад. Да, мы, когда представляли нашу программу в 2023 году, итоги нашей работы и планы дальнейшие в рамках приоритета 2030, одно из направлений, о котором я говорю, это был искусственный интеллект. И я начал с таких слов, что земля Адыгеи полна загадок. Это земля, где есть дольмены. Мы решили добавить еще одну искусственный интеллект. И на самом деле, если говорить всерьез, то здесь есть целый ряд направлений, по которым мы планируем здесь продвигаться. Это связано с агроматематикой, и здесь методы искусственного интеллекта сегодня активно задействованы. Я должен отметить, что мы стали участниками такого консорциума, который выиграл грант по созданию центров искусственного интеллекта в прошлом году. Это был проект Самарского университета в партнерстве с Адыгейским госуниверситетом и с Култехом. И там вот это будет обязательно присутствовать, потому что это одна из ключевых составляющих этого проекта. Вопросы связаны с языком. Например, голосовой помощник на адыгейском языке. Это тоже проект, который мы планируем развивать совместно с Институтом системного программирования Российской Академии наук. Искусственный интеллект в математическом образовании, в работе с талантами. Здесь тоже есть некоторые интересные инновационные задачи, которые никто до сих пор не брался решать. И здесь мы планируем совместно с Математическим институтом имени Стеклова Российской Академии наук и Институтом Айрисбера, Институтом искусственного интеллекта, попробовать получить новые результаты. И понимаем, как это мы сможем сделать. Спасибо большое, Дауд Казбекович, что нашли в своем плотном графике время ответить на наши вопросы. Спасибо.